привет мои дорогие сейчас пролетим быстренько психосоматику кожных заболеваний кожные заболевания это у нас конфликт разлуки это что значит конфликт разлуки или вы кого-то например хотели любили или кого-то что-то и вдруг что-то случилось что вы не можете с этим быть вместе это не обязательно может быть человек может быть даже место в котором вы живете какие-то предметы еда или вы не хотите с этим быть да и хотите с этим разлучиться но вы должны с этим существовать например жить с нелюбимым человеком жить вместе которые вы не любите есть продукты которые вы не любите и вот у вас например начинают появляться какие-то кожные заболевания и смотрите это все психосоматика да и начинают у нас вылазить экземы и вот это слово такое по-немецки иначе звучит нейродермит вот я знаю очень много людей с тем нейродермитом интересное такое заболевание и она у всех тоже вылазит в разных местах смотрите у меня был клиент у него была экзема на голове 7 лет была экзема молодой парень 27 лет волосы на голове по выпадали ходил в шапочке приходит значит и говорит выдал кучу денег ничего не помогает вычитал в интернете что это возможно психосоматика и у меня первое что приходит в голову я говорю а кто вас целовал в голову ну вот не знаю сверху боженька вопрос прислал я ему задаю этот вопрос он начинает плакать и говорит я все знаю я что ты знаешь и он рассказывает историю в 14 лет его мама бросила с бабушкой уехала в германию на заработки завела себе мужа араба в 17 лет когда пацанчик закончил школу она его забрала к себе в германию а у нее здесь уже успешная семейная жизнь с новым папиком который попиздивает мамочку папа бьет маму пацану 17 лет представляете да и он заступается за мать но там выскочил на подрался с этим арабом в итоге мама 17-летнего пацана выгнала из дому выгнала из дому потому что новый муж оказался роднее собственного сына и вот пацан 17 лет в чужой стране на улице просто ну выкарабкался сейчас у него все хорошо ну вот после этого у него через какое-то время просто началась коруста на голове волосы выпадают и все такое а мама его когда любила целовала голову и понимаете вот получился такой конфликт разлуки между прочим у парня все хорошо 45 минут помогло чтобы вылечить этот господи на эту экзему на голове которую он лечил годами ничего не помогало ни крема не не всякие там полосканки так вот ну вот эти кожные заболевания это конфликт разлуки еще вот например знакомая была у меня у нее умирал муж от рака и у нее он началось на руках вот эти трещины пошли это как это там было нейродермит да у неё нейродермит я прекрасно понимала что происходит она тоже выдавала кучу денег на всякие крема ходила с этими пластырями на руках это было страшно все к чему она не прикасала все было в крови вот она теряла мужа у нее был конфликт разлуки с мужем и вот у нее вот это вылезла тоже молодая девушка знаю ой у которой этот нейродермит по всему телу она мне рассказывает как я горит у ночи просыпаюсь у меня кровать это кровать у меня постельное белье в крови потому что ночью она мне обостряется начинает чесаться она не осознает себя начинает чесать все я спрашиваю когда началось угадайте когда куда переходный возраст 14 лет у нее началась вот это вот чудо беда там был наверняка какой-то конфликт или кто-то из мальчиков трогал и ей не понравилось ну скорее всего это как защитная реакция она пробовала кстати выйти замуж эта девушка и сейчас уже больше 20 лет там вышла замуж пару месяцев пожила с парнем и они расстались а я вот думаю а как он вообще может тебе прикасаться если у тебя все болит как у тебя может целовать если ты вся в шрамах там в этих корябинах вся в крови вся сочишься можете представить да неприятная фигня но это все конфликт разлуки и тоже если вы у вас это появилась вас лечат лечат и никак не могут вас вылечить то просто идите к психологу и ищите да вы и скорее всего сами знаете из-за чего это у вас произошло только ваше подсознание там упирается руками ногами и локтями чтобы только не то больное не тронуть потому что психологические травмы это больнее чем зуб вырывать вот у меня если клиенты приходят то они плачут так что я плачу вместе с ними потому что без наркоза выдираешь какую-то детскую травму или подростковую травму представьте как это больно рассказывать как кому-то как твоя родная мама выгнала тебя из дома за то что ты ее защитил больно больно так что потом аж волосы на голове выпадают что вот все хронические заболевания они просто включаются у нас в голове да и это как защитная реакция вот так пока